Мы начали эту историю с ювелиркой годы 20 и назад, и в один прекрасный день мне звонит Катя в немножко истеричном состоянии, надо признаться, что я была не в себе. Я позвонила, я сказала, Соня, давай встретимся, я должна тебе что-то показать, мне кажется, у меня появилась идея. Иногда мы жили в Париже, я зашла в магазин, помиливала кофту, очень неприятная французская женщина мне говорит, осторожно, вы сейчас зацепите, у меня был просто нормальный, как они, я на браслет. Кофточку снимите, или браслет, или кофточку. Я взяла браслет в руку, бросила кофточку, побежала, вышла из магазина, побежала к сестре, она и показывает, она мне говорит, ну это все прекрасно, ну а какие размеры, что мы с этим будем делать, на что-то будет похоже. Иметь технические годы этим работали. Размеры, комфорт, много всего, чтобы это было и удобно, и красиво, и продаваемо. Мы оказались в Париже в магазине, и зашли, и хозяйка магазина очень понравилась, и у нас оказалось очень большое количество браслетов. На тот момент нам казалось, что огромное количество, на самом деле, нас это три модели, и нам казалось, что уже все замечательно и прекрасно, и постепенно стали как-то профессиональнее к этому подходить. И на сегодняшний день у нас около 30 разных дизайнов, именно вот этих таких браслетов. Ну и на сегодняшний день мы тоже работаем над разными вещами, там серьги, но тоже очень необычные, там одна серьга, а только на две, и не пары, и не обязательно симметрично, а наоборот. Кольца тоже какие-то такие необычные, на три пальца, или даже на четыре пальца. У нас большинство вещей сделаны из золота и бриллиантов. Значит, золото бывает разное, и бриллианты бывают разные. Белое золото с белыми бриллиантами, это как-то самое, наверное, ожидаемое, самое обычное. Но мы работаем симметрично. То есть, если мы делаем белое золото с белыми бриллиантами, очень часто хочется сделать это из черного золота с черными бриллиантами. Спрашиваю там, какая идеальная женщина для вас. Мы говорим, ну, идеальная женщина – это та, которая хорошо со мной с собой. Мы считаем, что в каждой женщине должна быть своя личность, и она может это проявить так, как она будет одевать ее ювелирные изделия. Если мы можем как-нибудь немножко над этим поработать и помочь этому, тогда мы считаем, что мы что-то совершили. Подпишитесь на канал FashionOne на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно. Субтитры сделал DimaTorzok